Многие из вас, как и я, хотят услышать ответ на вопрос, что же стало с играми от Electronic Arts после того, как они вышли на площадке Steam. Ну а именно, естественно, Battlefield 4. Стало ли выше онлайн, стали лучше сервера и стало ли, например, меньше читаков, так как появилась возможность словить, например, Багбан. Как вы уже помните, я ранее говорил, что возвращаюсь к контенту по Battlefield 4 и в ближайшее время буду делать римы, собирать какие-то сходки, но для этого мне нужно немного хотя бы восстановить форму, поэтому сейчас я тренируюсь для того, чтобы хоть как-то вернуть тот скилл, который у меня был, так как сейчас я играю, ну, почти как полное дно. Запуская после длительного перерыва Battlefield 4, я ожидал, что, блин, все будет хорошо и с онлайном, ну, так как она все-таки релизнулась в Steam и все-таки будет меньше ботов, возможно, но, к сожалению, ни того, ни другого я не увидел. Ботов по-прежнему много, админы по-прежнему злоупотребляют эту ерунду и не понимают, что тем самым они отпугивают новичков, хотя считают, что они делают правое дело, потому что новички, которые купили игру в Steam, видят на сервере 64 человека, заходят, а там его ноль, не понимают, идут на форум, думают, что что-то не так и в итоге забрасывают игру, потому что, ну, не хотят в этом разбираться. Статистика онлайна у батлы по-прежнему закрыта, я не знаю, почему Electronic Arts это сделала и онлайна как такового реального вы увидеть не сможете, а цифры в Steam, которые показываются, ну, это только цифры в Steam и они не отражают тех людей, которые играют, например, в синглплеерную кампанию, потому что многие игроки Steam купили батлу ради именно нее. Пройдя кампанию и попробовав мультиплеер совсем чуть-чуть, поиграв против полковников 40 уровня, естественно, они просто забивают на игру, потому что играть тяжело и все вот эти нюансы, к которым мы с вами привыкли, типа ботов, кривые регистрации, их, естественно, в 2020 году смущают. Ну, так вот, что касается регистрации, регистрация, по моему мнению и по моему ощущению, стала как будто бы еще хуже. Возможно, это после того, как я поиграл в более современные игры, типа Call of Duty, где регистрация все-таки получше. Очень часто происходит так, что, стреляя в противника, ты его не убиваешь, потому что нет хитмаркеров от слова совсем. Ну, а также стоит отметить, что российских, чисто российских серверов практически не осталось. Несмотря на то, что против сервера вы видите флаг Российской Федерации, геолокация у него все-таки где-нибудь в Европе. И поэтому пинг у вас будет, в принципе, выше на 20, а то и 40 миллисекунд от вашего привычного. То есть, если вы играете с пингом 50 на европейских, на российских серверах, то вы будете играть с пингом 90. Если вы играли, как я раньше, с пингом 80 или 70, то вы будете играть с пингом 120, а то и где-то доходить он будет до 140. На текущий момент, так как очень приходило много крови уже после того, как мы, скажем так, игру забросили, очень мало темплея. Мне в комментариях писали на YouTube, что теперь играя на захвате или на больших каких-то режимах, тебя никто не рейснет, тебе никто не кинет патронов. И это действительно практически так. Только лишь играя на старом добром локере, как вы говорите, долбились стенка на стенку, можно заметить какие-то ревайвы и ассисты. Если вы играете на какой-нибудь Каспийке или на каком-нибудь Галмуде, то ни ассистов для танков, то ни ассистов для вертолета вы, скорее всего, не встретите. И также, отвечая на вопрос одного из подписчиков в комментариях, а стоит ли сейчас в стиме покупать не только Battlefield 4, но и дополнения все к нему, то есть премиум. Я скажу, нет, не стоит. По-прежнему онлайн-баттлы катастрофически мал и играть вы будете исключительно на ванильных картах, ну а в частности, больше всего онлайн и, естественно, на локере. Да, это не истинный Battlefield для многих, но тем не менее, реальность, к сожалению, такова. Ну а если вы захотите Конквеста, то, конечно, на каком-нибудь Галмуде или Чужом Сигнале вас радостно будут ждать в большом захвате. На текущий момент ситуация, к сожалению, с Battlefield 3 таковая же. Низкий онлайн, отсутствие российских серверов практически, выход в стим ничего практически не поменял. Не увеличился онлайн и хардлайна той игры, которую многие любят, но, к сожалению, она просто вышла мертворожденной. Что касается читеров, если честно, каких-то прям ярых читеров я не наблюдал. Играя почти три вечера и каких-то откровенных читов мною не было замечено, хотя раньше, обычно, зайдя на какой-нибудь сервер ЯИгровой, Амиго или что-нибудь еще в этом роде, на локере обязательно находился какой-нибудь читер, который отыгрывал сток двум или сток трём, которого все пытали забанить. Возможно, из-за того, что сейчас все-таки играют деды и система VotaBan и VotaKick, она работает, если вы правильно умеете ей пользоваться. А ранее просто никто не читал чат и не обращал внимания, что там пишет, скажем так, системный администратор. Возможно, просто потому, что читакам эта игра перестала быть интересной. Но, опять же, мой опыт это не истинно в последней станции. Если вы заходите и каждый вечер вам на сервер попадаются читеры, возможно, вам не везет или вам стоит сменить сервер. Что же касается механики самой игры, особенно стрельбы и игры в пехоте, то тут все по-прежнему у батлы и у тройки, у четверки на высоте. Даже не насмотря на то, что вышел такой ультрасовременный Call of Duty, у которого оружие хорошо стреляет, хорошо чувствуется, хорошо звучит. И, если честно, механика в Battlefield все равно мне нравится больше. Потому что тут оружие не мешает тебе играть. Все-таки увеличенное время АДС, то есть прицеливание, которое сейчас является основной характеристикой в Call of Duty, немножко раздражает. Особенно для динамичного шутера. И поэтому, если вы еще молоды и не чувствуете себя стариком и выросли на Quake, то я бы выбрал, конечно, Battlefield. Хотя и в Call of Duty можно летать в Кукугорелой без прицела, но это уже все-таки не то. Подводя итог, хочется сказать следующее, что все-таки выход игр от Electronic Arts в Стиме не сделал какого-то переворота. Онлайн, естественно, не вырос и глупо, возможно, было ожидать иного, потому что игре уже более трех лет, и все, кто хотел ее купить, ее купили. И те, кто хотел в нее поиграть, уже поиграли. Тем более, батлу раздавали очень часто бесплатно, что стройку, что четверку. И поэтому даже самые ярые фанаты Стима себе по-любому установили Origin ради халявы. Так же, как они это делают с установкой Epic Games Store. Несмотря на неудачи Battlefield 5, к сожалению, онлайн Battlefield 4 и всех предыдущих частей не растет, скажем так, с такой же прогрессией, как убывает онлайн пятерки. Поэтому люди, которые забрасывают Battlefield 5, уходят либо в Call of Duty, либо в Fortnite, либо в какие-то другие, возможно, проекты. Но ни отнюдь не возвращаются в старые Battlefield. Поэтому на текущий момент в реалиях 2020 года я не знаю, чем мы будем заниматься, пока мы будем ждать следующую батлу. Четверка это, конечно, хорошо, но через некоторое время она, думаю, надоест и вам, если вы будете играть в нее регулярно. На этом все, всего вам хорошего, до скорой встречи и пока, ребята. Ну а в следующих роликах я расскажу вам о опыте эксплуатации новой своей мышки Razer Baselix X HyperSpeed. Хорошая беспроводная мышь, на которую я долго смотрел и выбирал между ней и мышкой от Logitech. Субтитры сделал DimaTorzok